Всем привет! Всем здравствуйте! Мы Андрей и Наталья Кравчук на своем фермерском хозяйстве в деревне Андронова. Мы познакомились в 2008 году. Я приехал в Беларусь с нашим общим родственником, как оказалось потом, посмотреть, как живут белорусы. Мне было тогда почти 17 лет, и я приехал к Наталке домой. Дома мы познакомились, был ужин, а вечером пошли гулять. И вот с тех самых пор, сердце не знает покоя, и уже 16 лет мы семья, у нас двое прекрасных деток. У нас был довольно долгий путь к тому, чтобы стать фермером. Мы два года пожили в Минске. Я работал в проектном институте, проектировали лесохозяйственные дороги. Потом два года работал на бетонном заводе в городе Бресте. И только потом мы уехали уже сюда к родителям, в Кобрин. Здесь у нас появились наши детки, и мы два года поработали с родителями в фермерском хозяйстве. У них есть свое фермерское хозяйство. Набрались немножко опыта и решили открывать свое. Поэтому 9 лет уже трудимся в своем хозяйстве. Мне кажется, что мы просто никогда не боялись труда. Всегда поддерживали один одного. И то, что у нас получилось общее дело, это как будто бы само собой разумеется. Оно вытекло из всех наших ценностей, взглядов. То, что сегодня мы можем 24 на 7 вместе проводить время и работать, и жить, и детей воспитывать, и при этом не терять что-то, внутри себя. Жизнь настолько быстро проходит. Наше дело — это не профессия, это образ жизни. И оно требует полного вовлечения. И когда мы вместе, мы хоть немножко успеваем видеть друг друга, видеть семью. И благодаря тому, что мы слаженная команда, у нас и дело есть общее, в котором мы реализовываем себя, и семья. Потому что вот с многими из молодежи, которые вот только-только начинают, мы общаемся, и они почему-то выбирают или карьера, или семья. Но они не понимают одного, что что-то потом точно не догонишь. Поэтому мы выбрали путь потяжелее, мы делали параллельно. А мне кажется, единственный минус в нашей общей работе — это то, что не на что обидеться. Если он не приходит домой поздно, я же знаю, что он рассаду поливает, в тракторе работает, в мастерской застрял, и я же не могу обидеться, это ведь на общее благо. Но в целом, мне кажется, один такой интересненький плюс — то, что если у нас в доме есть какие-то споры или горячие разговоры, это никогда не переходит на личности. Мы спорим, например, то, что ящики не там поставили или прицеп не там припарковали, что какие-то моменты сводятся просто к рабочим ситуациям. Да, благодаря общему делу семья, наоборот, крепче. Есть такое мнение — хочешь покончить с фермерством, начни заниматься картошкой в малых объемах. Это ошибка многих начинающих фермеров. Картофель отнюдь не самая простая культура. Это, мне кажется, такое заблуждение общее, много тонкостей очень. Поэтому картофель нас, наверное, не сильно манил, а вот у родителей мы занимались кабачком. И получается, что в то время, когда мы открыли хозяйство, они за собой оставили тему садов, а мы на себя взяли тему овощей. Ну и так как уже в портфеле была одна культура, мы с нее дальше продолжили. И дальше потихоньку-потихоньку добавляли, каждый год что-то экспериментировали. Потом была тыква, сахарная кукуруза, спаржа, артишоки, салаты, капусты разные. Поэтому эксперименты не заканчиваются по сей день. Мне кажется, трудно сказать, что что-то было у нас по зову сердца. Ведь мы молодые ребята, грамотные, образованные. И мы мониторили рынок, понимали, какие продукты интересуют белорусов, что стоит выращивать. Это была большая подготовительная работа, большой анализ. Но надо сказать, что при этом у нас есть свой внутренний азарт, внутренний огонь, энергия. И благодаря нашим вот этим интересам мы начали выращивать что-то необычное, например, спаржа и артишок. Мы сейчас с вами находимся на участке, где мы экспериментируем с артишоком. Вы можете увидеть, как выглядит куст артишока, на котором есть плоды уже в своем товарном виде. Артишок в этом году благодаря теплой осени опять хочет нас порадовать новым урожаем. Поэтому мы с нетерпением этого ждем, ведь такого никогда не было. Так что, может, кому-то повезет еще увидеть где-то на прилавочках несколько килограммчиков артишока. Ну, в принципе, такая культура вот как артишок, следующую, которую мы начали культивировать, пробовать, экспериментировать. Она более теплолюбивая, она боится заморозков, боится холодных зим. Поэтому по ней мы еще нарабатываем опыт. Но, как мы видим, вот даже за последних два года, август у нас очень жаркий, сентябрь очень еще теплый. Осень у нас уже теплая, зима приходит поздно, либо приходит на один день на Новый год. Поэтому, ну и весна тоже не отстает. Весна довольно теплая в Беларуси. Единственное, чего боятся эти две культуры, это заморозков. Возвратных заморозков, которые могут быть еще в течение всего мая, как показывает практика. Ну, в принципе, как и все культуры, которые выращиваются в ранний сезон. Спаржу мы реализуем внутри страны. С каждым годом спрос на нее растет. По-моему, мы одни из тройки в стране, одни из первых тоже, кто начали заниматься ею. Мы занимаемся зеленой и фиолетовой спаржей. Культура довольно интересная. Одна из первых, которые появляются в реализации в нашей стране. Поэтому планируем дальше сохранять темпы роста, развития по этой культуре и оздоровлять беларусов. Спаржа первая, весенняя, полезная на множество микро- и макроэлементов. И вы сами прекрасно понимаете, что весна начинается именно в тот период, когда хочется чего-нибудь зелененького. Сначала это лучок, редисочка, ну а потом включается и спаржа. Спаржу можно смело называть продуктом, который относится к категории суперфуд. Она настолько богата микроэлементами и витаминами, что кажется, весной так ее и хочется, потому что наша витаминоз просит восполнить эти дефициты и потери. Спаржа является премиальным продуктом. И мы видим по сбыту, что не во всех сетях она одинаково продается. Но наша задача наработать опыт и дать возможность максимальному количеству людей познакомиться с этим продуктом, потому что хочется, чтобы люди были здоровее вокруг. И также многие из наших овощей, они, да все, все наши овощи, которые мы растим, мы сами себе говорим. И всем, кто спрашивает, что еда, которую выращивают фермеры, она должна давать здоровье, а не забирать его. Поэтому мы стараемся подобрать ассортимент такой, который был бы интересен и в выращивании, и приносил какую-то пользу для здоровья. А еще мне кажется, что наши белорусы успели попутешествовать по миру, попробовать самую разную кухню. И в Турции на All-Inclusive, и в Италии, и в Испании. И к нам приезжает множество молодых хозяйчик, которые еще и делятся классными рецептами. Мне кажется, что наши белорусы ценят такой продукт, с удовольствием пробуют, расширяют свои гастрономические какие-то границы. Спаржа начинается примерно в конце апреля. Бывает, если весна похолоднее в начале мая. Ну, это у нас в Кобринском районе. Климат Беларуси прекрасно подходит для выращивания спаржи. Когда-то, еще в самом начале, мы продавали на овощные базы. Также сбывали продукцию в сезон на ярмарках. Потом, с развитием сетей в нашей стране, активно начали заключать контракты, договора и выполнять их. И с каждым годом мы росли потихонечку. Количество торговых сетей тоже добавлялось. Поэтому на сегодняшний день 99% всего сбыта, оно сконцентрировано на магазин всех торговых сетей Республики Беларусь. Мы сейчас находимся на огородах у нашего фермерского домика. Эту часть мы называем демогрядки, потому что на этих грядках представлены самые разные растения, с которыми могут познакомиться наши маленькие гости, детки. Здесь у нас есть и пряные травы, и лекарственный огород, разные цветы. Детки могут пощупать и почувствовать аромат базилика, потрогать, пощипать мятку, посмотреть, как растет фенхель, попробовать на зубок ревень. И, например, эксперимент этого года – физалис. Физалис является сильным помощником для нашего иммунитета. Смотря что такое неудачи, был год, когда, позапрошлый год, когда мы посадили кукурузу сахарную в конвейер, и из-за очень теплого августа последние несколько участков, которые должны были идти один за одним, созрели в один момент. И мы не смогли убрать всю кукурузу на тот момент. Понесли определенные финансовые потери, сделали выводы, нашли нужную технику, усилились. И в этом году мы прекрасно справились с задачей. Поэтому опыт в сельском хозяйстве, он стоит денег, порой немалых. А так в основном стараемся грамотно рассчитать свои силы, ресурсы, для того, чтобы таких неприятностей было поменьше. Всегда у нас есть какие-то ситуации, которые нам не нравятся, которые хотелось бы, чтобы сложились по-другому, в нашу пользу, чтобы не было каких-то финансовых потерь. Но в целом самая главная задача в такие моменты – не концентрироваться на плохом, а думать, что же делать дальше, как не повторить, как выкрутиться. И мне кажется, это помогает нам двигаться вперед, а не зацикливаться. Но важно запоминать этот опыт, чтобы не повторять. Несколько дней назад мы вернулись из большой конференции, которая называется Terra Madre. Это крупное международное событие, которое проводится раз в два года в городе Турине, в Италии. У нас была большая делегация, 10 человек с Беларуси, которая представляла собой людей самых разных отраслей – фермеры, повара, часто туда привлекаются журналисты, учителя для того, чтобы транслировать идеи здорового питания, экологические идеи и разные проекты, связанные с темой slow food. Slow food звучит как антипод к слову fast food. На конференции Terra Madre есть множество проектов. Один из проектов – это сохранение разнообразия культуры и биоразнообразия, чтобы каждый регион нашей планеты сохранял свои продукты и свои рецепты. Думаю, что наш суп, возможно, не совсем белорусский, потому что в нем есть пряности, как имбирь, и будет кокосовое молоко, но мы можем назвать его фермерским, потому что мы взяли тыкву, которая полчаса назад была выбрана с поля, а сегодня она уже в нашей кастрюльке. Нам попалась хорошая земля в довольно запущенном состоянии. Здесь у нас вот на территории, где вы находитесь, это база нашего хозяйства, которая 5,5 гектар. Мы ее приводили в порядок 6 лет. 6 лет круглогодичной работы. И в сезон, когда можно было выращивать овощи, мы их выращивали, потом быстренько готовили все земли к следующему сезону и принимались за благоустройство. Все благоустройство у нас начиналось с бульдозера и экскаватора, потому что здесь было множество деревьев, кустарниковой растительности. Все это надо было вырезать, корчевать, планировать. Много очень металлолома здесь было, мусора. Здесь люди за много лет успели сделать маленькую свалку. Поэтому год за годом, практически примерно по гектару, мы в год приводили в порядок. В процессе мы путешествовали, где-то что-то подсматривали, мечтали. Кто-то много и долго мечтал и усердно. За это был вознагражден, из-за терпения. Поэтому тепличка, в которой мы с вами находимся, называется «Простора». Это идея моей супруги. И я уже участвовал в воплощении этой идеи. Домик фермерский вот рядышком. Это тоже ее мечта. Но все ее мечты, они не надуманы, они все продиктованы потребностью. Потому что мы работали, наши дети были вместе с нами. Им тоже где-то надо было жить, расти. И чтобы у них было тоже хорошее счастливое детство. Поэтому потихонечку появлялась горка, песочница, батут. Также у нас есть троллей, для того, чтобы можно было им веселиться, спускаться. Вы знаете, наверное, мы просто были в тех местах, где видели, как делать точно нельзя. А это уже дорогого стоит, когда ты еще не знаешь, чего ты хочешь, но ты уже четко понимаешь, как ты точно делать не будешь. Ну и, наверное, в силу нашего воспитания, взглядов, каких-то личных качеств. Потому что у всех у нас есть семьи, есть дедушки, бабушки, родители, которые тоже вложили что-то в нас. И у них тоже был интересный жизненный путь. И это все камушек за камушком, оно, так знаете, накапливается из поколения в поколение. Оно все передается. Вот, поэтому самим интересно, когда вокруг красиво. И когда отстроены, отлажены процессы. Это очень, фермерство вообще, это такая очень азартная штука, в которую ты с каждым днем вкладываешь все больше сил, любви, средств. И если тебе не интересно, то, ну, мне кажется, что ничего не получится. Поэтому, наверное, мы просто делаем свое дело, мы его любим. Мы очень открыты к общению. И общаясь с людьми, хочется, чтобы люди приходили и радовались тоже. Так что мы, наверное, не только про себя, мы еще про что-то для людей. А еще мне кажется, что фермеру в современное время недостаточно быть земледельцем, просто землеробом. Теперь ты должен быть мультифункциональным специалистом. Ты, конечно, должен быть и агрономом, и управленцем, и вести документы, и знать все законодательства. Теперь, мне кажется, фермер – это классный, подкованный специалист во многих сферах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!